МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый из нас, который прилетел в Америку, пересекли мы этот океан и оказались на новой земле, на новом континенте. Здесь новая жизнь, новые законы. Все новое, но одно нас объединяет. Это память. Память о нашем прошлом. Здравствуйте, дамы и господа. В эфире передачи «Что новенького?» Меня зовут Валентина Печорина. Мы каждый раз говорим «Новая Родина», «Старая Родина». Родина может быть одна. Родина там, где мы родились, где стоит наш дом, уже со временем обветшалый, наверное. Наш двор, скамеечка, которую я видела не одно поколение. Бабушки сменялись бабушками, и дальше бабушки сменялись бабушкиными. И дело в том, что еще живу то дерево, которое посадил твой прадед, когда ты родился. И скрип половиц, и запах кухни, которая жарила бычки, готовила жаркое, как любят в Одессе, готовить на весь двор. И сегодня одесситы собираются вместе. Сегодня день рождения Одессы. День рождения нашего любимого города. И мы будем вместе, будем шутить, будем веселыми и добрыми по отношению к вам. А вы уж, пожалуйста, будьте добры, к нам снисходительны, и, конечно, тоже по-доброму, с улыбкой, смотреть нашу сегодняшнюю передачу. Итак, поехали. А почему именно сегодня наша передача посвящена не просто всем иммигрантам, а только одесситам? Могу сказать. Дело в том, что каждый год одесситы всего мира, где бы они ни находились, отмечают две самых главных святых даты. Это 2 сентября, день рождения города. Это 10 апреля, день освобождения Одессы от немецких фашистских захватчиков. И вот сегодня мы немножко запоздало, отмечаем. Землячество согласилось меня подождать, потому что именно 2 сентября я был в Одессе. Я участвовал в максимальном количестве праздниц. Я был на Потемкинской лестнице. Я был во Всемирном клубе одесситов. Я поздравлял Михаила Михайловича Жванецкого. Было очень здорово и очень интересно. И вот сегодня, привезя всю эту энергию, все эти впечатления, все эти эмоции сюда вот, уже в родной мой Нью-Йорк, из родной Одессы. Я сегодня хочу поделиться, и я, и мои друзья, мои коллеги по землячеству, хотим поделиться с одесситами Нью-Йорка вот этой радостью, этими эмоциями. А самое главное, поздравить нашу Одессу маму с днем рождения. Скажи, пожалуйста, Одесса также полна талантов? Или все-таки поуменьшились? Я думаю, что вот как раньше говорили коммунисты, что на место одного убитого в стадии 3, 3 или 3, я думаю, что то же самое происходит сегодня в Одессе. Да? Да, я думаю, что, ну, я так считаю, что наверняка святое место пусто не бывает. Одесса была всегда полна талантами, а Одесса будет всегда полна талантами. Начиная с Дюка, начиная с Воронцова, начиная со всех старых-старых одесситов, Морозли и прочих-прочих. И, слушайте, недаром есть в этом городе Всемирный клуб одесситов, есть Михаил Михайлович Жванецкий, есть Одесское землячество Нью-Йорка, и есть наши творческие связи. Одесса будет, как помните в том старом анекдоте, когда на Суворной площади спросили старого одессита, здесь когда-то был фонтан, он говорит, почему бил? Он бил, есть и будет. Одесса была, есть и будет. Хорошо, спасибо тебе, я очень рада. Я тоже в какой-то мере себя причисляю иногда к одесситам, потому что я там прожила лучшие свои годы юности, школьные годы, и потом я оттуда уехала в институт, и уже как бы я считалась одесситкой, но такой на выезде. А я помню Одессу, Игорь, ты знаешь, когда мы приехали, в 1953 году, я ещё была девчонкой, в школе училась, мы с моей сестрой увидели последствия войны. Ещё стояли корпуса, только дома корпус, а они были разбитые. И, конечно, что мы прежде всего сделали с сестрёнкой, она была маленькая, мы побросали свои узлы и чемоданы, и побежали смотреть на океан, на море, на чёрное. Океан, вот он рядом. Это было в феврале, и, конечно, это было холодно, но мы опускали туда руки и лизали, солёный он или нет. Непередаваемый. Непередаваемый. Так что, одесситы, я рада, что мы сегодня вместе. Непередаваемый. Никто бы тут ни был проездами даже в короткие дни. Но пляжи Одессы, летние пляжи запомнят о ней. Непередаваемый. Непередаваемый. Одесса. Одесса. Алла и Дима Лисовецкие. Здравствуйте. Я о вас хочу сказать очень много, но у меня как-то язык опережает моё сознание. И я не успеваю. Здравствуйте, ребята. Я вас очень рада видеть здесь. Какое отношение имеете к Одессе? Как и все мы, как и все мы имеем отношение к Одессе, потому что Одесса имеет отношение к нам. Вот. Это хорошо. Это хорошо. Димочка, ты тоже отношение имеешь к Одессе? Или Одесса к тебе? Одесса ко мне и я к Одессе. Ты там учился? Да, я заканчивал Одесский институт строительный, поэтому с Одессой я знаком на ты, можно сказать так. Алла, где его увидела? Ну, увидела его, конечно, в своём родном городе Николай, который считается, будем так говорить, очень-очень-очень-очень близким к Одессе. Там мы родились, там мы и встретились, но Одесса – это тот город, который мы посещали каждую неделю. Как мы Одессе и Николаю посещали еженедельно. Так что мы родные. Да. Ребята, вот вы очень много принимаете участия во многих вечерах, паре, вечера памяти, просто актёры приезжают. Вы очень в этой комьюнити как-то хорошо живёте, и от вас исходит это хорошее всегда для каждого человека. Вот я вам задам такой неожиданный вопрос. Вы не обратили внимание, что в последнее время поток из Одессы иммигрантов меньше? Ну, поток иммигрантов меньше из Одессы и из европейской части бывшего Советского Союза. Но, тем не менее, Одесса – это всегда центр, центр и культуры, и юмора, и жизни. Поэтому наше комьюнити здесь, вот в Нью-Йорке, оно было основано… Да, очень давно. Одесской иммиграции. Где-то в 70-м году. Совершенно верно. И я надеюсь, что это продолжается и будет продолжаться. Вне зависимости. Мы очень любим, и мы всегда надеемся на взаимную любовь. Поэтому вот это взаимное чувство нас держит в улыбке, с улыбкой и с чувством юмора. Итак, внимание, внимание, с нами на связи Лос-Анджелес. Но так как связь наладить мы с утра не могли, так что мы Лос-Анджелес пригласились сюда, к нам, на встречу одесситов. Самый одессит из одесситов. Самый веселый из веселых. Самый остроумный из остроумных. Президент одесского землячества в Лос-Анджелесе Борис Уделевич. И мне очень приятно вас представить сегодня. Вы знаете, вы столько говорили, что я уже во все это поверил, что я такой, как вы сказали. Я вас ни с кем не перепутала. Да нет, ни в коем случае. Я единственный неповторимый. Боречка, как складывается ваша жизнь там в Лос-Анджелесе? Давно ли вы уехали из Одессы? Почти 40 лет. Ой, мамочки. Вот так. Но я бываю часто там каждый год в день города. Я грешу тем, что пишу песни за Одессу, об Одессе и про Одессу. Сегодня будут они исполнены? Будут несколько исполнены в связи с тем, что программа очень насыщена. Мне выделили немного времени, но ничего. Если вы все попросите, я буду петь до посинения. Спасибо. Что там делает Одесское землячество? Что вы, как вы живете? Чем занимаетесь? Дело в том, что Одесское землячество, к сожалению, у нас закрылось полтора года тому назад. Потому что, ну ладно, были... Не будем о грустном. Не будем, да. Не будем о грустном. Я член Всемирного клуба Одесситов. Михаил Михайлович попросил меня лично. Сказал, Боря, ты живешь в Лос-Анджелесе. Это ж позор, что там ничего не работает. Но отказать, Миша, я не мог. И мы собрались. Вот 5 июля было собрание, так сказать, избрали мы совет. В общем, все на бумаге мы уже есть. И мы уже начинаем работать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАПИТАННОМ ЯЗЫКЕ Капитан Одесситов Лос-Анджелеса Борис Витталевич. Яша. Яша. Здравствуйте, Яша. Здравствуйте, вы тоже Одессит. А почему Ой? А почему Ой? Какая красивая жизнь. Да что вы. Я ж Ой-плыл. Яша, кто вы? Как вас представить? Вы тоже из Лос-Анджелеса? Можно я скажу? Я Яша. Нет, скажите, он что говорить не умеет. Раньше я всегда говорил Яша from Russia, а теперь я Яша from Los Angeles. Los Angeles. Чем занимаетесь весь из Борис? Я с Борей езжу по всему миру и прославляю город наш любимый Одесса. Вот были мы с ним в Австралии, вот были мы с ним в Одессе. Сейчас мы с Бос-Анджелеса приехали в Нью-Йорк и с большим удовольствием и Боря, и я, как всегда, для одесситов и вообще все те, кто имеет какую-то принадлежность, просто любят этот город. Для меня это уже большое счастье. Боря, что вы про себя не сказали, то есть я, что вы про себя не сказали, что про вас хотел сказать Боря? Что он про себя не сказал? Я хочу сказать, что, во-первых, он виртуоз-скрипач, во-вторых, вы понимаете, он, значит... И слава вас пойдет по всей американщине. Вы знаете, он в славе не... Не нуждается. Не нуждается. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу вас познакомить, я вообще сегодня склонна знакомить вас с моими любимыми людьми. Ну как же, в Одессе каждый был любимый и у каждого вся Одесса была любимая. Мой любимый доктор. И не думайте, что у меня плохие зубы, у меня красивые зубы. Но все равно это мой любимый доктор. Слава Познянский. Славочка, здравствуй. Очень приятно, Валечка. Здравствуйте, здравствуйте. Люблю тебя не за пломба в зубах, а люблю тебя за ту искренность и доброту, которую ты излучаешь. Я тебя знаю уже 25 лет. И 25 лет я в тебя влюблена. За все, что ты делаешь. Ну, Валечка, во-первых, большое тебе спасибо за такие прекрасные комплименты. Второе, ты одесситка. И, естественно, приятно нам всем вместе встречаться. На всех праздниках не имеет значения. Это день рождения от детства. Или это просто какой-то праздник, как мы были с тобой на празднике Высоцкого. Это все прекрасно. Поэтому наша любовь, поверь мне, взаимно. Ну, мы праздник с тобой любим. Конечно. Не все же зубную боль терпеть. Ну, а как же, надо немного отдохнуть. Конечно, а то ты на работе видишь такие лица. Зачем? Надо, чтобы улыбающие себя лица. Ну, я знаю, что твои пациенты садятся в кресло и слушают твои песни. Ну, а что делать? И песни, и рассказы, и смешные истории, да. Вот я совсем недавно вернулся из Одессы. Вот, и там Таня Голубенко, это вдова Гарика Голубенко, издала прекрасную книгу. И самое интересное, что в этой книге Гарик давно-давно написал когда-то такую фразу. Одесситы всех стран, соединяйтесь. О, это да, прекрасно. Покажи, у тебя, по-моему, книга есть. Да, пожалуйста, вот эта книга. Покажи нашим зрителям. Вот это Георгий Голубенко. Ну, Одесситы, конечно, его помнят, и он приезжал сюда. Да, приезжал, да. Это человек, который написал «Рыжий горд», по которому был снят спектакль во главе с Яником Левинзоном, который и написал его знаменитый монолог «Зеркало». Перефразировав этот монолог, что Женя Каминский и Вадик Царев написали «Мужчина перед зеркалом». Это монолог, который сейчас полностью ведет Яник Левинзон. Вот от 6-го он приезжает, пожалуйста, приходите, посмотрите. А что ты делаешь в Одессе? Что ты шляешься в Одессе-то? Что я шляюсь в Одессе? Я по двум причинам. Во-первых, увидеть любимый родной город и увидеть всех своих любимых друзей. Это первое. Во-вторых, у нас была такая миссия по поводу Холокоста. Наверное, вы слышали, знаете. Я слышала, слышала. Мы встречались с мэром и с губернатором. Вы делаете большое дело. Мы хотим сделать новый музей Холокоста. Мы хотим... Где? В Одессе. Это будет на Прохоровском сквере. Ага. Да, вот там. И также преобразить сквер. Также мы хотим поставить памятник, как говорится, праведникам мира. Это всем людям, которые помогали евреям выжить в эти тяжелые-тяжелые-тяжелые годы. Вот такая была у нас миссия. Ну, как всегда, у тебя миссия благородная, очень благородная. Но ты надолго не езжай, а то зубы разболят. Куда я пойду? Валечка, ты пойдешь ко мне, потому что я туда и назад. Туда и назад. Хорошо. Сегодня все шутят будем, и мы с тобой шутить. И не будем о больном и о боли, а будем только говорить о радостном и улыбаться. Хорошую улыбку от Познянского. В Одессе были самые красивые женщины в Советском Союзе. Ну, посмотрите на нас, Элеоноры. Ну, разве вы не красавицы? Красавицы, умницы. Главное, у нас все в порядке с нашим вкусом. Как дизайнер от клуба «Элита» дарю вам показ моделей. Это необыкновенные модели. Это родной будет подарок. Это необыкновенные модели, потому что это модели истории моды в Одессе. То есть, вначале будут модели, которые царские модели, царские балы, царские... Так, заранее ничего не рассказывай. Потом декаденс, а потом... Пускай ждут тебя с моделями. Пускай кто-ли. Ждите, Элеоноры получил с ее моделями. Это будет классное шоу. Такого нет даже в Париже. Это будет классное шоу. Это будет классное шоу. Это будет классное шоу. Это будет классное шоу. Интересно, кто-то из вас угадает название модели или нет? Загах Торсунка называется. Загах Торсунка – это ваши правые профессионалы. Обратите внимание на игривые формы в верхней части этого платья. Особенно сзади. Оставайтесь спадать. А платье называется чинобрастно. Знаете как? Я пришла пошалить. Я открою по секрету. Это платье было навеяно строкой из Пушкина, кстати, сказали. Спешу я в оперу скорее. Возьмите, когда Пушкин находился в Одессе, писал Евгений Янекенович. Пришло я в оперу и склеил. Возьмите, вспоминайте. Возьмите, вспоминайте. Роман Тюма. Один из Романов. Тюма. Главная героиня Романа. Маркиза. Д. 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 Наташенька. АПЛОДИСМЕНТЫ Наташенька. Очень рада тебя видеть. Я всегда встречаюсь с тобой. Ты как солнышко, улыбаешься всем. А досидка ведь. Правда? Конечно. От вас слышать такую фразу, это уже дорогого стоит. Спасибо большое. Наташенька, я знаю, что тебя связывает с Одессой, с одесским землячеством. Как давно ты уехала из Одессы? 96-й год, конец 96-го года. Ага, ну я раньше. Я раньше. Я себе представляю. Ну здесь вот вы являлись в этой организации, Одесское землячество. Как вы считаете, вот одесситам нужна организованность или они сами по себе? Я думаю, что одесситы это совершенно отдельная национальность, которая никогда себя не изолирует, но всегда заметна. И находя друг друга, они так подпитывают друг друга, что все вокруг это тоже ощущают и подпитываются от них. И вот тот колорит одесский, который все мы так любим и знаем, далеко не только одесситам он известен, его надо сохранить. Вот для этого мы и собираемся. И встречаемся иногда совершенно неожиданно с людьми, с которыми долго не виделись. Вот по этому колориту, по одессизму мы друг друга узнаем, и это рождает новое качество. И опять по одессе. Ты прекрасно сказала. Недаром мы с тобой друг друга всегда узнаем и радуемся. Да, это бесспорно. Спасибо тебе, родная. Спасибо вам большое. Отдыхай, отдыхай. Сегодня хороший день. Спасибо вам за то, что вы здесь. Первый одессит, с которым я познакомилась в Америке. Это был Боря Талис. И, конечно, он меня заставил и петь, и вести концерты, и, главное, танцевать танго. Ты помнишь, как мы с тобой танго танцовали? Вы заметили, что она правильно произнесла «Одессит». Да. Не «Одессит», а «Одессит». Она наш человек. Боря, ты сгибался. Сегодня все должны танцевать танго и петь одесские песни, потому что сегодня день рождения Одессы. Мы сегодня споем, прежде всего, «Happy birthday to you». А я еще на саксофоне сыграю. Сыграю? Вот ты еще и на саксофоне играешь. Да. Вот так, нескромный я такой. Боря, Боря, пройдет еще десяток лет, что будем делать? Я знаю, город будет. Я знаю, Борец есть, когда такие люди в Америке у нас есть. Боря, давай, я знаю, что ты сегодня будешь выступать. Увидимся с тобой на этой сцене. Спасибо. Боря, 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 Боря. Боря, 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 Боря. Браво, браво, молодцы, ребята. Итак, со сцены звучат песни. Музыка уже целый день длится. Эта встреча одесситов, но она длится всю нашу жизнь. Большую часть нашей жизни, пока мы приехали сюда, пока мы встретились, пока мы обжились. Обжились мы хорошо, но родину свою мы помним, правда? Город Одесса. Это жемчужина. А здесь, в Нью-Йорке, у нас жизнь хорошая. И я вам всем желаю, живите хорошо. Меня зовут Валентина Печорина. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!